Всем привет! Меня зовут Сеня, и я рада приветствовать вас на своем YouTube-канале. Сегодня мы приехали в станицу Раевскую, которая находится недалеко от города-героя Новороссийска, примерно 25 километров. И сегодня мы здесь оказались в первый раз, поэтому поездим по улицам станицы, посмотрим, как здесь живут местные жители, посмотрим сам центр станицы, есть ли здесь парк. Изучать Раевскую мы начнем с самого сердца станицы, сейчас я нахожусь около администрации, рядом парк, церковь, основные магазины, ну и пройдемся, посмотрим, что из себя она представляет. Если вы впервые на моем канале, не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ну что, начнем? Я знаю, что среди моих зрителей очень много тех, кто планирует переехать на юг. Кстати, напишите, с каких вы городов, давайте познакомимся в комментариях. Мы не зря показываем вам разные города и станицы Краснодарского края, чтобы вы имели полное представление о том, как живут люди в разных частях Кубани. Сегодня мы вам покажем еще одно место для переезда. Раевская, достаточно известная среди приезжих станиц. Почему? Потому что рядом находится крупный город Новороссийск. О плюсах и минусах мы еще поговорим, но обо всем по порядку. Конечно, переезд на новое место жительства – это всегда непросто, и мы совершаем уйму ошибок. О чем именно сожалеет наша семья, мы уже рассказывали вам в одном из наших видео. Если коротко, то мы пожалели о том, что мы не взяли с собой все свои вещи. Мы продали их, раздали, а могли бы, например, просто перевезти их. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать про транспортную компанию «Магистраль переезда по России», которая уже более пяти лет занимается домашними междугородними переездами. Очень рекомендую сохранить их сайт, потому что ребята помогут вам перевезти домашние вещи, мебель, технику и даже ваш автомобиль. Компания гарантирует сохранность ваших вещей, потому что они везут вещи в отдельном автомобиле, и вы всегда можете следить, где едет ваш груз. Также они бесплатно страхуют груз на 1 миллион рублей. Плюсом также является то, что компания работает дистанционно, вы не тратите время на посещение офиса. Ссылку на сайт «Магистрали переезда по России» я оставлю в описании к этому видео. Переходите. Раевская расположена в очень красивом месте, ее окружают горы. Мое первое впечатление, когда я подняла в небо квадрокоптер, вот это красота! А близость к морю делает ее еще более привлекательной для жизни. Так как Новороссийск считается не курортным, а портовым городом, здесь есть работа. Но станица Раевская живет самостоятельной жизнью. Здесь есть вся инфраструктура. Школа, детский сад, магазины, Сбербанк, больница. Все это вы увидите в моем сюжете. Главным и очень серьезным минусом жизни в Раевской являются частые проблемы с водой. Если к перебоям можно привыкнуть, то вода по часам точно удивит переезжающих. Местные жители даже заказывают подвоз воды. А смогли бы вы привыкнуть к такой проблеме, напишите в комментариях. Скажите, пожалуйста, вообще в вашем, вашей станице, как с водой? Плохо. Плохо с водой? Перебои бывают? Перебои, да. И как часто перебои? Это нужно постоянно иметь запас воды или как? Ну да, обязательно. Набираем же себе запас. День-два может не быть. А вообще не быть даже день-два? Оно бывает внезапно или это как-то по графику? По графику нет. Я не знаю, как они. В общем, нужно иметь запас воды постоянно. А летом вот как? А поливать как летом? Летом будет вообще. Машины заказываем. Платно получается, да? Да. Емкости какие-то у вас есть, да? Да, да. Емкости есть, мы завозим. Но они, правда, по это... Недорого. По 200 рублей, по-моему, там емкость. Тонна. Тонна, да? Про сильные ветра в Новороссийске, про Нортосты, я думаю, слышали очень многие. Они способны сбить людей просто с ног. Такие сильные ветра здесь не редкость. Так как Раевская находится близко к морю и крупному портовому гору, цены на недвижимость здесь, конечно, высокие. Старые хаты за большие деньги, а вот новые дома их чаще всего строят на окраинах, в чем мы, собственно, и убедились. Как и в любой станице, все основные магазины, администрации, все это находится в центре станицы. Здесь же больше всего кипит жизнь. Здесь же продают фрукты, овощи, магниты, пятерочки. Вот так вот здесь привозят хлеб. Можно купить свежий. Обычно в таких привозят молочку, мясо. А у вас хлеб откуда привозят? У нас пекарь. Пекарь. А, как он называется? Титверка. Спасибо. В общем, привозят хлеб из соседнего аула. То есть все свое местное. Пекарь. Спасибо. 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 Рядом в центре находится городская больница номер 4. Вот такое вот здание, и здесь вот такой вот центр, где все магазинчики. Пока иду до самого центра вам покажу, какие улочки и чем живёт станица. Сейчас май, поэтому всё пышет, всё цветёт, выходные дни, поэтому на улице много людей, много машин. Вот она администрация, станица украшена, вы видите, что висят флаги, всё в преддверии 9 мая, майские праздники. Рядом с администрацией находится вот такая вот церковь, она называется Вознесенская. Также в станице есть парк, в котором я сейчас и нахожусь. Всё это располагается в центре самом, здесь же есть школа искусств. Ну и пока просто пройдёмся по парку, посмотрим, какой он у станицы Раевской. Вот он ДК. Рядом с ним находится детская площадка, на которой сейчас очень много детей играют, веселятся. И тут же в самом сердце парка находится бюст генерала Раевского, в честь которого и названа сама станица. И здесь есть мемориал, где написаны имена тех, кто переселился в 1862 году в эту станицу. Первые казаки. Здесь же в парке находится мемориал, посвящённый Великой Отечественной войне. Если вы были в станице Раевской, обязательно напишите об этом в комментариях, какое впечатление у вас сложилось после просмотра видео про станицу Раевскую. Также я увидела местную школу. Правда, подошла я немножко не с той стороны, я думаю, что центральный вход находится на противоположной улице. Так вот выглядит здание почты станицы. А сюда вот, на эту остановку, приезжают все маршрутки, автобусы. И люди ждут транспорта, чтобы уехать до Новороссийска. Как необычно, у такого современного дома стоит колодец и написано, что вода техническая. Великой Отечественной доски Девочек. Великой Отечественной дороги Кринский СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, вот мы с вами и посмотрели станицу Раевскую. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте делиться в комментариях своими впечатлениями от этой станицы. А мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока-пока.